Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава пророка Исаии для библейского портала экзегет. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями. Возвещено Атире, рыдайте корабли, ходившие в торшиш. Вот мы сразу открываем и сталкиваемся с географическими названиями, которые могут смутить Тир, город на территории современного Ливана. Тогда эта страна называлась Финикией. И один из крупнейших торговых городов. Кстати, Карфаген — это колония финикийцев. Ну и, может быть, слово «торшиш» обозначает Карфаген. Во всяком случае, какую-то область, Карфаген еще, может быть, не был таким известным, но какую-то область, в которой дорога лежала через Средиземное море, и туда ходили, соответственно, какие-то совершенно особые, богатые, прочные, украшенные корабли. Тир, как и Сидон, второй такой город, он тоже будет здесь упомянут в 23 главе. Город, прежде всего, торговцев-мореплавателей. И его богатство — это его торговая империя. Как последствия это будет, например, с Венецией. Итак, рыдайте, корабли, ходившие в торшиш, разрушен ваш родной город. Вернулись вы с берегов Кипра, и это вам возвестили. Может быть, с берегов Кипра именно это и возвестили, неважно. Во всяком случае, корабли уходят в дальнее плавание, когда они возвращаются, они застают город разрушенным. Уже они надеются, что вот скоро-скоро они войдут в родную гавань, и все будет хорошо, а на самом деле все, наоборот, плохо. Плачьте, жители побережья, и вы, седонские купцы, которым богатство везли из-за моря. Вот Седон — второй город, и, собственно, Афинякия, хотя она достаточно в хороших отношениях была с израильтянами и саудеями, говорится очень жестко, но практически как о филистимлянах, которым богатство везли из-за моря. По великим водам пребывало зерно, собранное в Шихоре на берегу Нила, и народы там торговали. Действительно, Египет с его Нилом и плодородными землями по берегам Нила был такой житницей древнего мира, и финикийцы покупали зерно, в частности, в Египте. Устыдись Седон, морская твердыня. Ибо море сказало, не вынашивала я, не рожала, не растила сыновей, не воспитывала дочерей. То есть море отрекается от Седона, ну а здесь Тир и Седон это практически одно и то же, хотя фактически это два города, но у них примерно одна и та же история, одна и та же судьба. И море отказывается от своих детей, от Тира и Седона. Когда услышат об этом в Египте, вестям из Тира ужаснуться. Переселяйтесь в Таршиш с рыданием, вы, кто живет на побережье. То есть вот в эту самую дальнюю колонию, никто точно не знает, где она. Финикийские колонии были по всему Средиземноморью, вплоть до Испании, даже нынешней Португалии. То есть за Геркулесовыми столбами, тоже за Гибралтарским проливом, тоже были какие-то финикийские поселения. Вот одно из них, видимо, этим словом и называется. Это ли город, торжествовавший, возникший из древней? То есть Седон, ну к Тиру, в принципе, все то же самое относится. Ноги несут его в дальние изгнания. Кто осудил этот Тиру, раздававшему царские венцы, чьи купцы были князьями, чьи торговцы славились по всей земле? Вот эти два города, как братья-близнецы, или по-еврейски сестры-близнецы, потому что слово город женского рода. Вот они переживают одно и то же. Господь воинство так судил, не зринут надменную славу, унизить всех, кто на земле знаменит. Спешите к родной земле, корабли и старшиши, гавани вашей больше нет. Над морем руку занес, царство потряс, назначил Господь разрушение твердыням Ханаана и сказал. Твердыни Ханаана, то есть здесь Тир и Сидон понимаются как хананейские твердыни. Ханаан немножко шире, чем обычно мы его видим. То есть он включает в себя и Финикию. Ну и вместе с тем Ханаан, это область, которая была покорена израильтянами, много городов было разрушено, уничтожено. И вот здесь нечто подобное. И сказал, не ликовать себе больше поруганная дочь Сидона. Мы привыкли к дочке Сиона, то есть имеется в виду Иерусалим. А дочь Сидона это жительница этого самого города Сидон. И как дочь Сиона может в Трауре быть по своему городу с дочерью Сидона, естественно, все то же самое. Вставай, отправляйся на Кипр, но и там не найдешь ты покоя. Кипр большой остров, он как раз напротив примерно Ливана и, соответственно, Древней Финикии. Ну и там тоже были богатые финикийские колонии. Кипр логичное направление, если нужно куда-то срочно бежать. Взгляни на землю, халдеев, нет уже этого народа. Отдали тот край сирийцам жителям пустынь, возвели осадные башни, дворцы разорили, все превратили в руины. Уже было в предшествующих главах описание Вавилона, который разорен прежде всего ассирийцами. Хотя и это такая более общая картина. Это картина империи, которая захватывает окрестные города, страны. Вот Вавилон падает в частности жертвой этой империи. Ну и финикийцы смотрят на Вавилон как на пример того, что происходит в очень скором будущем с ними самими. «Рыдайте, корабли, ходившие в торшиш, разрушена ваша крепость. Тогда забудут сир на 70 лет, на срок жизни одного царя. А после 70 лет произойдет с сиром то же, что и с блудницей, о которой пели «Возьми арфу, по городу ходи, забытая всеми блудница. Старательно играй, пой побольше песен, может, кто тебя и вспомнит». То есть такая блудница, которая закончила свою карьеру. Ну и финикийские города Тир и Сидон примерно точно так же оказались неудел, никому не нужны. Но через 70 лет, срок жизни одного поколения, что-то они попробуют возродить. И не очень сказано сначала, будет ли это успешным. Но по прошествии 70 лет Господь вновь посетит сир и снова расцветет в нем торговля, пустит заблудительно со всеми царствами земли. Вот торговля сравняется с блудом, да, а торговый город сир, крупнейший торговый город, с блудницей. При этом Господь его посетит, ничего такого невозможного в этом нет. Значит, не только к исключительно праведным людям, не только к исключительно народам, которые верят в единого Бога, Господь может прийти. Он может посетить любой город и любой народ, потому что все человечество его. И даже здесь говорится, что вести-то он себя будет по-прежнему плохо, но его торговая прибыль будет посвящена Господу. Не станут ее запирать в кладовых, но тем, кто живет ради Господа, перейдет его торговая прибыль, чтобы досы-то ели, хорошо одевались. Вот такая экономическая модель или богословская модель, или богословская экономика. Есть города, которые живут развратно, но при этом они копят богатство. Это богатство пойдет тем, кто живет ради Господа. То есть у этого богатства есть свое какое-то назначение в этом мире. Это значит, что мы не вправе даже, может быть, осуждать эти развратные города просто потому, что у них есть своя какая-то роль в этом большом замысле Божьего спасения для всех людей. Ну а как бывает иначе, мы прочитаем в следующей, 24 главе.